В Заполярной столице подвели итоги конкурса «Лидеры НАУ». Его главная цель – создание резерва управленческих кадров для замещения руководящих должностей в сфере государственного управления. В Ненецком округе конкурс прошел впервые по инициативе главы региона Александра Цибульского. Победителями стали шесть жителей Ненецкого округа, которые вошли в кадровый резерв управленческих кадров. Для участия в конкурсе жителям региона необходимо было иметь опыт руководящей должности не менее трех лет, быть управленцем в возрасте от 25 до 59 лет. Алена Елисеева – одна из победителей «Лидеры НАУ». Конкурсант признается – решила попробовать свои силы. Во-вторых, я считаю, что местные жители должны более масштабно быть представлены в органах управления власти, поскольку как местный житель я лучше знаю нужды своего же, своих соседей, друзей, своего народа. Поэтому я решила попробовать. Если получится, я постараюсь что-то сделать для улучшения качества нашей жизни. В творческом задании Алена Елисеева выбрала ветеринарию. В рамках своего проекта-презентации автор предложил расширить спектр оказываемых услуг. В частности, организовать стационар для содержания прооперированных животных, а также пункт их содержания повышенной комфортности в сезонный период, когда хозяева питомца находятся за пределами округа. Также для предоставления экстренной помощи животным Алена предложила обучать оленеводов о зам ветеринарии. Чтобы они могли на месте уже оказывать помощь животным, выявлять своевременно какие-то заразные заболевания, применять своевременные противоэзотические меры и так далее. Конкурс лидера НАУ проходил в три этапа. Первый стартовал в феврале на электронной площадке проекта. 54 участника заполнили анкеты с приложением пакета документов, а также видеорезюме. На второй допустили всего 24 кандидата, которые проходили тестирование. Третий этап конкурса проходили 19 человек. Им предстояло выполнить творческое задание и пройти собеседование. Мы считаем, что большинство участников справились просто замечательно. Презентации были очень качественные. Презентации были и со звуковыми какими-то эффектами, с видеорядом, с фотографиями. Видно было, что участники очень хорошо владеют информацией, подготовились. То есть встречались с сотрудниками учреждений, пользовались информацией, которая была размещена на официальных сайтах. По итогам заключительного этапа победителями конкурса лидеры НАУ стали шесть жителей региона. Кроме того, конкурсная комиссия рекомендовала включить четырёх участников отборочных этапов конкурса в кадровый резерв администрации Ненецкого округа.